Субтитры создавал DimaTorzok Эти три буквы встречаются в Коране приблизительно 21 тысячи 400 раз. Итак, подготовьтесь, сделайте глубокий вдох, зарядите свой мозг и улыбнитесь. Вы лучшие. Почему? Пророк Али-Иссаляту Вассалям сказал так. Лучшие из вас те, кто учит Коран и обучает ему других. К тому же вы больше запоминаете и учитесь лучше, когда чувствуете себя хорошо. Давайте прочтем наше любимое стихотворение. Произносим на губах. Многие звуки – заслуга языка. 12 этих букв с кончика его. ТА-ДА-ВА-ТА-ДА-ТА-ЗА-СА-СА-ЛА-НА-РА РА – просто плотный звук. На середине языка – ДжА-ША-Я. Именно эти буквы мы изучим сегодня, а стихотворение продолжим позже, когда выучим остальные буквы. Давайте рассмотрим первую букву – букву Джим. Вы видите, что у буквы Джим большой живот, сверху линия, а еще точка. Как вы думаете, что эта точка там делает? Давайте посмотрим. Посмотрите на эту банку с конфетами и джемом. Как это вкусно. А еще бутерброд с джемом. Посмотрите, это бутерброд с джемом. Кажется, буква Джим съела много бутербродов с джемом. Посмотрите, вы видите точку в виде бутерброда с джемом, как будто Джим ее ест. Итак, у буквы Джим большой живот, в котором всегда есть бутерброд с джемом. А также есть линия сверху. Как вы произносите букву Джим? Используйте середину языка и коснитесь неба во рту. Не касайтесь края зубов. Если вы будете касаться края зубов, звук не получится таким плотным. Посмотрите, если я коснусь края зубов, получится... Нет, нужно произносить плотно. Давайте напишем букву Джимми. Но перед тем, как мы начнем, надеюсь, что вы помните линии, которые необходимо знать для написания арабских букв. Это четыре набора по несколько линий, по три в каждом наборе. Давайте быстренько вспомним, какие это были линии. Горизонтальная линия, спящая линия, скользящая линия, четверть круга, полкруга, полный круг, поднос, маленькая чашка и большая чашка. Язык или большой открытый рот. Маленькая и большая буква С. Давайте напишем Джимм. Между прочим, используя эти линии, вы сможете написать любые буквы. Это очень легко и просто. Как пишется буква Джимм? Сначала мы пишем линию, а затем рисуем большой живот, большую букву Си, с точкой посередине. Это буква Джимм. Очень просто. Линия, большая буква Си и точка посередине. Это буква Джимм. А как написать ее в сокращенной форме? Сначала определяем лицо. Итак, вот это лицо. Сюда же входит и точка. А затем мы пишем соединитель. Это сокращенная форма буквы Джимм. Итак, здесь у нас полная и сокращенная форма буквы Джимм. И у обеих этих форм есть соединители от предшествующих букв, как в полной, так и в сокращенной формах. А здесь представлены примеры буквы Джимм в разных словах, в полной и сокращенной формах, а также в нижней строчке представлены эта буква с соединителями от предшествующих букв. Давайте попрактикуем чтение Джимм со знаком Фатха. То есть это та черточка, которая стоит сверху над буквой. Давайте прочтем. Очень просто. Давайте сейчас возьмем вторую букву, буква ЩИН. Буква ЩИН. Помните змею, похожую на букву СИН? Она напоминала нам по виду написания буквы СИН. А если змея будет принимать душ, она станет буквой ЩИН. Эти три точки сверху напоминают нам душ. Итак, это буква ЩИН с тремя точками сверху. Это буква ЩИН. Как произносится буква ЩИН? Как и в других уроках, обычно каждая группа букв образуется в одном и том же месте. Это происходит практически на всех уроках, за исключением одного. Здесь у нас буквы со схожим Махраджем, то есть они образуются в одном месте. Все три образуются на середине языка. Середина языка касается нёба во рту, и вы произносите ША. Не касайтесь края зубов, не говорите ША, ША, ША. Не используйте края зубов при произнесении, а касайтесь середины языка до нёба, как это показано на картинке. Давайте теперь напишем букву ЩИН. Буква ЩИН пишется очень просто. Так же, как мы учились писать букву СИН. Маленькая чашка, чашка поменьше и большая чашка. Маленькая чашка, чашка поменьше и большая чашка. И ставим сверху три точки. Вот так просто пишется буква ЩИН. А как насчет сокращенной формы буквы ЩИН? Давайте я еще раз напишу ЩИН. Маленькая чашка, чашка поменьше и большая чашка. И сверху три точки. А для сокращенной формы необходимо сначала определить её лицо. Вот здесь у буквы находится лицо или голова. А затем мы ставим соединитель. А вот так просто. Здесь представлена полная и краткая форма буквы ЩИН с соединителями от предшествующих букв. Для обоих случаев в полной и краткой форме. Итак, здесь мы видим примеры написания буквы ЩИН в полной и сокращенной форме в разных словах вместе с соединителями от предшествующих букв. А теперь давайте попрактикуем чтение буквы ЩИН со знаком ФАТХА. Это та черточка, которая стоит сверху. При этом получаем звук ЩА-ЩА-ЩА-ЩА-ЩА. Еще раз. ЩА-ЩА-ЩА-ЩА-ЩА. Давайте теперь рассмотрим третью букву, букву Я. Третья буква Я. Как в разговорном английском звучит ЕС-Я. То есть в повседневной жизни, общаясь каждый день, мы говорим Я. ЕС-Я. Видите слева английскую букву С под словом ЕС? И арабскую букву Я справа под словом Я. Буква С слева в данном случае представляет мужской род, а буква Я справа женский род. Ее написание более стильное. Кстати, арабские буквы женского рода. Итак, как пишется буква Я? Я. ЕС? Я. Видите, это очень стильная буква. Как произносится буква Я? Тот же Махрадж. Середина языка касается нёба, во рту, и мы говорим Я. 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 И как вы ее пишете? Ее написать очень просто. Сейчас я сотру то, что здесь написано, и напишу букву Я. Просто начните писать английскую букву С, а затем добавьте немного стиля, подкручивая в конце ее хвост. Вот так. Так пишется буква Я. Очень просто. Но ее сокращенная форма пишется по-другому. И опять у нас пример удивительного арабского. Вместо формы, похожей на английскую букву С, просто проведите прямую линию, а затем, чтобы как-то это компенсировать, снизу поставьте две точки. Это буква Я. И здесь у нее соединитель. Вот так просто пишется Я в сокращенной форме. Не путайте с буквой БА. У буквы БА снизу одна точка, а у буквы Я две точки. Итак, здесь у нас полная и сокращенная форма буквы Я. Обратите внимание, в краткой форме снизу стоят две точки. Здесь представлена буква Я в краткой и полной форме вместе с соединителями перед этой буквой или от предшествующих букв. Здесь у нас примеры буквы Я в разных словах, в полной и сокращенной форме. А внизу буква Я с соединителями от предшествующих букв. А здесь у нас буква Я со знаком Фатха, черточкой сверху. Я, 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 я. Я, 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 я. Вы помните наш пример про ЕС, Я? Давайте попрактикуем чтение новых букв, тех трех букв, которые мы выучили сегодня. Можете прочесть? Ща, джа, я, 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 ща, джа. Не путайте буквы. У каждой буквы имеется свое уникальное звучание или написание. Не путайте их в плане звучания или махраджа, или артикуляции. А также не путайте написание. Яблоки отличаются от апельсинов. Также и буквы различаются в написании. Вы сможете обнаружить разницу здесь? Первая буква похожа на змею. Это син. А вторая буква, эта змея принимает душ. Это буква щин. А внизу краткие формы этих букв. А в третьей строчке эти буквы вместе с соединителями. Если читать их, то получится... Не путайте их, пожалуйста. В этом случае вам предстоит та же задача. Буква та под нос с тремя фруктами. Три талатха на арабском. Под нос с тремя фруктами. Буква та. А вторая буква, это ща. У нее три нижние линии, а сверху три точки. Змея принимает душ. Это буква щин. С этой стороны буква та, а вторая щин. Буква та пишется просто, а буква щин с помощью трех линий. Это буква щин. В данном случае у нас буквы та и я. В полной форме их легко отличить. У буквы та две точки сверху, два помидора на подносе. А буква я это стилизованная английская буква с. Но когда речь идет о краткой форме, необходимо помнить, что у буквы та имеются две точки сверху, а у буквы я появляются две точки снизу. Это буквы та и я. А в нижней строчке представлены эти буквы вместе с соединителями от предшествующих букв. Как насчет этих букв? Буква ба и буква я. У буквы ба мячик или точка снизу. Это вам уже знакомо. Но возможно спутать эти буквы, если они находятся в краткой форме. Напомню, у буквы ба имеется одна точка внизу, в то время как у буквы я стоят две точки внизу. А в нижней строчке представлены буквы ба и я вместе с соединителями от предшествующих букв. Давайте повторим то, что мы изучали на предыдущих уроках. На. Ла. Ба. Та. Фа. Са. Фа. Та. Ма. Та. Па. Высокий и плотный. Ва. Высокий и плотный. Са. Высокий и плотный. Са. Высокий и плотный. Са. Невысокий и неплотный. Просто произносим СА. Просто плотный. А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Где буква Джим? Джим. Это первая буква. Надеюсь, это было очевидно. Где буква Джим в этом слове? Она вторая по счету. Где буква Джим в этом слове? Она вторая по счету. Первая буква не может быть буквой Джим, потому что там нет точки. А вторая — это буква Джим. Где здесь буква Щин? Она стоит в начале. Змея принимает душ. В данном случае есть лишь лицо буква Щин. Где буква Щин в этом слове? Три точки. Змея принимает душ. Буква Щин — третья по счету. Где буква Щин в этом слове? Если есть три точки, то вы не пропустите ее. Буква Щин — последняя по счету. Где буква Я в этом слове? В краткой форме в буквы Я появляются две точки снизу, а значит, это вторая буква. Где буква Я в этом слове? Краткая форма — две точки снизу. Вот она, буква Я. Предпоследняя. Где буква Я в этом слове? Буква Я похожа на английскую букву С, а ее хвост немного стилизованно подкручен. Вот она, буква Я. Итак, на каком сейчас мы этапе? Давайте снова повторим наше стихотворение о буквах. Произносим на губах 12 этих букв с кончика его. На середине языка мы продолжим остальную часть позднее. Перед тем, как завершить этот урок, давайте рассмотрим разговорный арабский. Мы выучили слова А сейчас слово Правой рукой мы указывали слова мужского рода, слева слова женского рода. Здесь нет никакой дискриминации, просто чтобы отличить эти понятия. Итак, Я — это она. Левой рукой и одним пальцем вы можете указать, говоря Я — она. Я — она. Я — она. Слово А «хунна» означает «они», то есть это множественное число для «они», то есть сестры, женщины. Я — хунна. Я — хунна. Можете повторить за мной? Я — она. Я — она. Я — она. Я — они. Я — хунна. Я — хунна. Я — хунна. Я — хунна. Повторяйте эти слова и, иншаллах, сможете их запомнить. Увидимся с вами на следующем уроке. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум у рахматуллахи ва баракату. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха алейхи саляту ассалям. Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Субтитры создавал DimaTorzok